Современная медицина говорит нам о том, что человек начинает стареть после 40 лет. И процесс старения происходит очень быстро. И в результате человек не успевает оглянуться, как видит, что его лицо потеряло признаки молодости. В этом видео я расскажу вам о том, как ортодонтическое лечение позволяет сохранить молодое лицо на долгие годы. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я покажу вам, как лицо одного и того же человека меняется с возрастом, если у него неправильный прикос и если у него правильное положение и смыкание зубов. Что мы знаем? Что зубочелюстная система формируется в возрасте 12-14 лет. Когда все временные зубы поменялись на постоянные, у них сформировались корни, в результате человек получает стабильную зубочелюстную систему, которая больше не меняется. И она начинает активно работать. И в среднем через 20-30 лет, конечно же, происходит ее износ, потому что она очень долго, старательно пережевывает пищу, выполняет другие функции, да, там и эстетическую, и функцию речи, и глотание, и дыхание. Во всем участвует зубочелюстная система. Если этот субстрат зубы и кости изнашиваются, стираются, уменьшаются в объеме, в результате этого ухудшается поддержка для мягких тканей лица. И что с ними происходит? Они обвисают. Есть 5 ключевых признаков старения лица из-за нарушений и износа со стороны прикоса. Самый ранний признак – это углы рта. Они опускаются. В дальнейшем происходит снижение нижней трети лица. Нижняя губа подворачивается. В результате надподбородочная складка становится более выраженной. Лицо с возрастом становится более квадратным, потому что в течение многих лет жевательные мышцы очень активно работают как при жевании, так и в процессе бруксизма. А бруксизм – это сжатие зубов, что является эмоционально-стрессовой реакцией человека. А в современном мире нет людей, которые не подвергаются стрессу. Поэтому жевательные мышцы активно работают, сокращаются, в результате этого гипертрофируются, лицо становится квадратным, кожа растягивается и потом провисает, в результате чего образуются брыли. И так лицо прогрессивно меняется с возрастом. Она не старуха. Для многих из вас будет удивительно, но вполне логично, что если своевременно лицу создать необходимую поддержку со стороны зубов, в результате этого мы получим яркий анти-эйдж эффект. То есть все эти изменения лица не будут возникать у человека. И что будем делать? Сам пока не знаю. Кстати говоря, не мы это придумали. Вы все прекрасно знаете, что в Соединенных Штатах Америки и в Европе культура ортодонтического лечения очень развита. Более 95% людей проходит ортодонтическое лечение еще в подростковом возрасте. И они прекрасно знают, что правильный прикус – это правильная работа зубочелюстной системы и это гармоничная поддержка всей челюстно-лицевой области. У нас данная культура только начинает развиваться. И набирает очень серьезные обороты. И мы уже готовы предоставить вам результаты и показать их. Как выглядит лицо и каковы перспективы изменений этого лица, если человек прошел ортодонтическое лечение. И я покажу вам сегодня клинический случай, где мы достигли просто потрясающих эффектов со стороны влияния брекетов на лицо. Кстати, а поделитесь в комментариях, в каком возрасте вы решились на ортодонтическое лечение и почему. Девушка, ей чуть более 20 лет, и она пришла к нам в клинику. И ее основное желание было исправить скученное положение передних зубов. Мы видим это на фотографии. Нижние передние зубы располагаются скучно, они располагаются неровно, поэтому она хотела, чтобы они стояли ровно и улыбка была более красивой. Помимо этого, в ходе того, как мы анализировали зубочерестную систему, вы можете увидеть, что у нее наверху не хватает два зуба. Две четверки, которые ей удалили еще в детском возрасте, в возрасте 10-11 лет, когда места клыкам, это третий зуба от центра, не хватало при их прорезании. Не нужно пугаться данной методики. На самом деле, такая стратегия действительно существовала. Да, сейчас мы ее фактически не используем, но тем не менее, это общемировой стандарт лечения, и не нужно этого бояться. Но мы, конечно же, решили помочь девушке. Я точно знал, что мы решим эту проблему. Меня больше интересовало другое. Ее лицо. Посмотрите на ее лицо. Ей чуть более 20 лет. Но что мы уже здесь видим? Мы видим, что углы рта несколько опущены. Мы видим, что надподбородочная складка, нижняя губа подвернута, а надподбородочная складка является глубокой. Мы видим, что нижняя треть лица несколько уменьшена. Мы видим, что лицо выглядит таким квадратным из-за гипертрофии жевательных мышц. И мы также видим, что у нее появляются первые предпосылки опускания кожи в области тела нижней челюсти. То есть, это признаки возникновения брыли. Кстати, у нас на канале есть отдельное видео о том, как выглядит ваш прикус спустя годы. Вам стоит посмотреть это видео. Что мы сделали пациентке? Мы поставили ей брекеты. Это внутренние брекеты, когда они устанавливаются с внутренней стороны зубов и абсолютно не видны. И мы начали проводить ортодонтическое лечение. Чего достигли? Безусловно, мы достигли идеального результата с точки зрения положения зубов. Мы выровняли верхние и нижние зубы. Мы достигли правильного соотношения верхнего и нижнего зубного ряда. Обратите внимание, мы закрыли промежутки от отсутствующих зубов. То есть, теперь у нас единый зубной ряд. И, безусловно, решили основную проблему у пациентки. Это неровные зубы. Теперь и верхние, и нижние зубы стоят идеально ровно. Что самое главное, обратите внимание, что произошло с лицом пациентки. Вот так она выглядела до начала ортодонтического лечения. А вот так в результате его завершения. Обратите внимание, углы рта поддернулись. Они чуть-чуть приподнялись. И лицо засияло такой подростковой даже молодостью. Нижняя треть лица, она улучшилась, она нормализовалась. В результате этого суперподбородочная складка уже не столь выражена. Ушла гипертрофия мышц. Правильный прикус обладает одним супервыраженным эффектом. Он снижает гипертонус жевательных мышц. За счет того, что нормальное качественное жевание не требует такой высокой активности со стороны жевательных мышц. И они просто расслабляются. Обратите внимание, теперь лицо не выглядит квадратно. Появились небольшие, едва заметные ямки в области жевательных мышц. Где были выражены гипертрофированные мышцы. Что делает лицо более аккуратным. Обратите внимание на контур нижней челюсти. От брыли нет никаких следов. На самом деле, когда пациентка увидела себя до и после, она уже не обращала внимания на то, что у нее ровные зубы. Она уже забыла про это. Она была просто счастлива. То, как она выглядит внешне. И она очень благодарила нас именно за свое лицо. Которое, откровенно говоря, оно не поменялось выраженно. Это неизмененное лицо. Оно просто стало более гармоничным, более сбалансированным и, соответственно, более молодым. Кстати, поставьте лайк этому видео, если вам тоже нравятся те изменения внешности, которые произошли у пациентки в процессе ортодонтического лечения. А в любом возрасте можно ортодонтическим лечением поменять, вернуть время вспять, поменять свою внешность. Наверное, к сожалению, вернуть время вспять нельзя. Ну, конечно же, можно. Но что точно можно сделать в любом возрасте, это создать условия для гармоничного лица. И это позволяет приостановить, а в некоторых случаях остановить на долгие годы процесс естественного старения. Вообще, ортодонтическое лечение во всем мире это так называемый must-have для тех людей, кто хочет сохранить свое здоровье на долгие годы. В современной ортодонтии возрастной ценз снят полностью, поэтому фактически ортодонтическое лечение можно проводить в любом возрасте. Конечно, всегда есть нюансы. Он связан с особенностями состояния костной ткани, чаще всего вследствие тех или иных уже возрастных изменений. Но встречается достаточно редко. Поэтому попробовать свое счастье в возможности решить проблему с зубами на всю жизнь может каждый человек в любом возрасте. Если у вас тоже есть проблемы с зубами, и вы хотите их решить, и тем самым не только выровнять зубы, но и сохранить свою красоту и молодость лица на долгие годы, получив выраженный антиэйдж эффект, мы всегда готовы помочь вам в нашей клинике Ортолайк. Ссылку на клинику оставлю в описании. Продолжение следует...